книга открытым оком тема коммунизм том 10 вопрос 2323 что знаменует собой вечный огонь которому водили пионеров устраивались посты номер один на которые снимались на месяц лучшие ученики школ ни одна свадьба значительное событие в жизни советского человека не обходились без поклонения этому огню правительство российской федерации других стран знак особого уважения возлагали венки к нему что нам говорит библия о поклонении огню и не получится ли так что чему любим поклоняться то и получим отвечает игнатий тихонович лапкин священном писании вечный огонь означает место где будет мучиться дьявол и его последователи в англии от матфея 18 8 если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя отсеки их и брось от себя лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги нежели с двумя руками и с двумя ногами быть брошено в огонь вечный евангелие от мотфея 25 41 простите нежели с двумя руками и с двумя ногами быть в вершину в огонь вечный евангелие от мотфея 25 41 тогда скажет и тем которые по левую сторону и идите от меня проклятые в огонь вечный уготованные дьяволу и ангелом его послание иуды 1 7 как садом и гамора и окрестные города подобно им блудодействовавшие ходившие за иною плотью подвергшись казни огня вечного поставлены в пример марка 9 44 где червь их не умирает и огонь не угасает откровение 20 10 а дьявол прельщавший их ввержен в озеро огненное и серное где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков иногда слово вечный употребляют смысле пожизненно долго совершенно не вкладывая смысл бесконечности по исторической исая 33 14 устрашились грешники на сегодня трепет овладел нечестивыми кто из нас может жить при огне пожирающим кто из нас может жить при вечном пламени трозакония 15 17 то возьми шила и проколи ухо его и проколи ухо его к двери и будет он рабом твоим на век так поступай и с рабою твоею 1 маковейская 10 30 впредь я отменяю брать земли иудейской из трех областей присоединенных к ней от самаре и галилеи от нынешнего дня и на вечные времена люди мира пользуются выражениями библии но смысл вкладывают очень однобокий выбирая из истины только то что могло бы их возвысить но не исправить через страдания боевое крещение храм науки соль земли вечный огонь никакого отношения эти слова не имеют к тому какой смысл в них заложен в писании от бога также точно дело обстоит и с огнем огонь из основных стихий перед которыми поклонялись древние и нынешние идолопоклонники премудрость соломона 13 2 а почитали за богов правящих миром или огонь или ветер или движущийся воздух или звездный круг или бурную воду или небесные светила не веря в бессмертия души безбожники всегда хотят чем-то видимым плотскими глазами выразить свое представление о вечности о памяти и вот только вне они пытаются закрепить воспоминания об ушедших ветер воздух бурную воду они бы применили но сравнение с огнем эти стихии не столь впечатляющий на улицах городов ломается пламя пробуждая древние пещерные блики на потухшем сознание блудливого современника он тупо уставится в эту воронку прожигающую отопление сотен пенсионеров и уходит соотношение к вечности у него не наступает а мы можем это вполне разумно объяснить что этот огонь прообразует их мучения и они будут вкушать от этих языков за своих хульные воспламененные ложью и убийством языки 2 фессалоникий сам 1 9 которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица господа и от славы могущества его год тридцать седьмой еще не мой трагедия эстоны повсеместно помечен не пожаром не войной а людоедством скажем это честно ночное воронье на воронках допросы и расстрелы русским русских русским обдумано отнюдь не в попыхах вельзевул октябрьские всех на уськал сегодня ахают историки врачи мол сталин шизофреник был с измальства но почему же совесть не молчит про год семнадцатый напомнит про несчастье как грабили богатых их трудяк царя расстреливали девуш как грабили богатых и трудяк царя расстреливали девушек в упор дела такие что же породят кто сеет ветер так о чем же спор тридцать седьмой запомни и усвой есть год возмездия и справедливой кары чума на тех кто сеял волчий вой теперь заблеяли змеей ползут под нары в домах чужих в награвленном белье опухших не наказанных в постели хватали палачей все заросло бельем а справедливости подумать не успели бог долго терпит но и бьет с размаху по красто звездным шлемом точно в лоб размокла от крови в гулаге палаха над господином тешится холоп разверзлись хлябы хляби дьявольских репрессий бог попустил тридцать седьмое чудо епископ патриарх христа наместник трясется на осине брат иуды тридцать седьмое будет поколение но не забудут год тридцать седьмой что был октябрь картавы и дядя ленин виновны все рук в чаши не умой 1 июля 2004 года игнатий лапкин